Здравствуйте! Эта лекция является частью материала в софт-вейд и переведена с оригинальной английской версии. Как опубликовать статью без лишних переживаний? Не только вам приходится иметь дело с редактором. Как видим, даже Богу пришлось иметь дело с редактором. Это карикатура на Моисея, который разговаривает с Богом и говорит, «Хорошо, я согласен с этими сотнями заповедями, разъясняющими вашу точку зрения, но у меня будут проблемы с распространением, не говоря уже о недостаточном внимании публики, так что нам придется их хорошенько сократить». Во-первых, постарайтесь запомнить эти золотые правила. Если вы ничего не запомните из этой презентации, кроме них, то это уже неплохо. Первое правило. Прежде чем писать статью, выберите журнал, в котором вы хотите опубликовать свою работу. Это чрезвычайно важно, потому что вы сможете написать статью именно так, как хочет редакция издания. Многие сначала пишут статью в виде черновика, а затем меняют ее, чтобы она соответствовала инструкциям журнала. Зачем тратить столько драгоценного времени? Почему бы не сделать это сразу так, как изложено в руководстве журнала? Итак, выбирайте свой журнал до написания статьи и распечатайте его правила. Сегодня веб-сайты всех журналов имеют специальный раздел с руководством для авторов. Следование этим инструкция – залог того, что ваша работа не будет отклонена сразу после отправки в редакцию журнала. Возникает следующий вопрос. Как выбрать журнал для публикации? Главное – определиться с аудиторией. Кто будет читать вашу статью? Кому это будет интересно? Это самое главное. Не обязательно обращать внимание на престиж журнала. Обратите внимание на то, кто будет его читать и как они будут использовать эти данные. Затем вам нужно заглянуть на интересы журнала. Некоторые из них являются общимедицинскими журналами. К примеру, British Medical Journal, Lancet, New England Medical Journal. Они охватывают широкий круг тем. Другие весьма конкретны. Вы можете найти журнал по акушерству и гинекологии. Или, например, международный журнал по туберкулезу и заболеваниям легких. Очевидно, что этот журнал посвящен туберкулезу и заболеваниям легких. Третий критерий – внесем ли журнал в список PubMed или нет. Естественно, вы хотите, чтобы вашу статью нашло и прочитало как можно больше читателей. При поиске статей большинство людей сначала заходит на сайт PubMed. Поэтому убедитесь, что журнал цитировался в PubMed. Большинство рецензируемых журналов размещены в этой онлайн-базе данных. Рейтинг цитируемости или импакт-фактор. Мы считаем, что роль импакт-фактора преувеличена. Наш совет – забыть о нем. Эта цифра рассчитана для того, чтобы дать некоторое представление о весе, престиже журнала. Но на самом деле она несколько искусственная. И редакторы могут ею манипулировать. Не обращайте на него внимания. Другой критерий. Время обработки рукописи и сроки выхода статьи в свет. У нас есть опыт работы с некоторыми журналами, которые очень медленно возвращают первый обзор. А затем и последующие исправления, которые тоже очень медленные. Это обескураживает и занимает много времени, потраченного впустую. Так что если у вас есть опытный наставник, поговорите с ним о том, был ли его опыт работы с конкретным журналом удовлетворительным или нет. Следующий критерий – это возможность открытого доступа. В прошлом закрытые журналы не взимали плату с автора за публикацию, но взимали плату с читателей и подписчиков. Однако за последние 10-15 лет был открыт ряд новых журналов, в которых за публикацию платит автор, а читатели могут читать бесплатно. В последнее время довольно много закрытых журналов также предлагают вариант открытого доступа, при котором вы платите авансом, чтобы ваша статья была прочитана бесплатно, а значит больше количеством читателей. И мы предлагаем воспользоваться этой возможностью, поскольку люди, читающие такие статьи, обычно имеют ограниченные финансовые ресурсы, а вы хотите, чтобы ваши данные были легко доступны для них. Поэтому настоятельно рекомендуем выбрать либо журнал с открытым доступом, либо вариант открытого доступа для закрытого журнала. И, наконец, последний критерий – спросить наставника, опытного коллегу или кого-то, кто имеет опыт работы в этой области, какой журнал выбрать. Они часто очень хорошо осведомлены о том, какой тип журнала может лучше всего подойти для вашей темы. Подытоживая, выберите журнал, прежде чем начинать писать статью. Затем, когда вы зайдете на веб-сайт журнала, он расскажет вам, какие типы статей обычно публикуются в нем и какие темы охватывает данное издание. Здесь вы можете увидеть список типов статей. Большинство статей, которые вы опубликуете, представляют собой оригинальные исследования. Но часто, если ваша тема имеет несколько ограниченный объем, небольшую выборку или только один сайт исследования, вы можете написать краткое сообщение. Это не менее важно и ценно, поскольку с научной точки зрения это просто означает, что вы выражаете свою точку зрения меньшим количеством слов. И скажем вам с точки зрения редактора. Часто лучше опубликовать краткий, четкий и ясный доклад, в котором обсуждается суть проблемы, чем длинная полнотекстовая статья практически ни о чем. В прошлом редакторы были очень озабочены подсчетом слов, потому что журналы были печатными и имели определенное ограниченное количество страниц. Поэтому короткое научное сообщение было предпочтительнее большой статьи. В последнее время с открытым доступом и онлайн-журналами это не так важно. Однако определенные типы статей все же лучше опубликовать в виде коротких докладов, что также повысит шансы на публикацию. Стандартная длина короткого сообщения составляет от 1200 до 1500 слов, тогда как полная статья может содержать от 2500 до 3500 слов, а иногда и больше. Следующий тип – клинический случай. Говорит сам за себя. Часто журнал имеет раздел для мнений или редакторских статей. И, наконец, довольно много людей пишут короткие письма редактору, в которых содержится небольшая научная мысль. На самом деле это не та статья, которую вы собираетесь писать. Теперь, когда вы уже определились с типом статьи, нужно скачать рекомендацию журнала, где подробно приведены соответствующие инструкции по длине рукописи, его форматированию, стилю ссылок, таблиц, рисунков и так далее. Чрезвычайно важно, чтобы автор очень тщательно следовал этим правилам. Уверяем вас, редактор почти с первого взгляда замечает, следовали ли вы принципам журнала или нет. И если вы этого не делали, он может подумать, что автор недостаточно серьезно относится к его журналу, что снизит шансы публикации. Так что, если вы не уверены, подходит ли ваша статья данному журналу, или если она не совсем соответствует правилам оформления статей этого журнала, вы можете написать редактору, что у нас есть такая статья, и мы думаем, что эта тема будет интересна читателям вашего журнала. Не могли бы вы подсказать, как нам ее подавать. Следуйте четкой структуре. Существуют разные стандарты и шаблоны для разных видов исследований, и здесь представлены основные из них. Для операционных исследований мы чаще всего следуем рекомендациям Строп, но вы также можете использовать другие рекомендации в зависимости от типа вашего исследования. А теперь перейдем к отдельным разделам статьи. Практически все научные статьи структурированы по принципу IMRED, то есть введение, методы, результаты, обсуждения, плюс-минус заключения. Давайте поговорим о введении. В типичной статье объемом 2500 или 3500 слов введение должно состоять примерно из двух страниц с двойным межстрочным интервалом и не более. Это не обязательно должен быть полный литературный обзор. Вы должны начать с предложения, объясняющего, в чем заключается общая проблема. Затем быстро перейти к конкретному рассматриваемому вопросу. На этом этапе вам необходимо представить обзор и убедиться, что вы точно знаете, что происходит в этой конкретной области. Вы должны в двух-трех предложениях показать, что знаете, о чем свидетельствуют современные данные. И самое главное, то, чего эти доказательства не обсуждают. Каковы пробелы в знаниях, каковы проблемы с предыдущими исследованиями. На самом деле, редактор желает увидеть ту нишу, которую ваша статья собирается заполнить. Это то, что еще неизвестно. Не используйте слишком много ссылок. Не нужно цитировать все подряд. Например, если вы пишете, что ВИЧ представляет собой серьезную проблему для здоровья и используете ссылки с одного по 35, редактор все равно будет сомневаться, что вы прочитали все эти 35 статей или они вообще у вас есть. Вам надо просто ссылаться на одну или две самые последние и наиболее актуальные для вас статьи. И точка. Выяснив, что по вашему мнению является пробелом в литературе, который поможет заполнить ваше исследование, вы должны представить это, потому что редактор в конце введения хочет знать, в чем новизна вашей работы, каков будет вклад этой статьи в мировую литературу. Редакторы не хотят публиковать что-то старое и очень важно, чтобы вы сосредоточились на том, что здесь нового. И, наконец, завершаем введение одним или двумя предложениями, кратко изложив свои цели и задачи. И они должны быть сформулированы очень четко. Если вначале вы не знаете, каковы ваши цели, то остальная часть статьи, вероятно, будет беспорядочной. И что наиболее важно, когда редактор дойдет до конца статьи, он обязательно вернется к целям и задачам, чтобы проверить, ответили ли вы на них. В разделе методов есть определенная структура. Мы бы посоветовали использовать эти заголовки и под каждым заполнить необходимую информацию. Первый – это дизайн. Если это описательное исследование с использованием регулярно собираемых данных, вы должны сказать об этом или может это рандомизированное контролируемое исследование или качественное исследование. Вам просто нужно указать это. Второй раздел посвящен месту проведения и должен быть разделен на две части. Первая – это общая часть. Примите во внимание, что общей будет страна, в которой вы собираетесь проводить исследование и дать некоторую предысторию относительно социально-экономического положения людей, участвующих в вашем исследовании, показатели здоровья и так далее. Затем во второй специфической части вам нужно более точно указать, где именно проводилось это исследование. Если вы описываете новую программу, например, программу по ВИЧ или туберкулезу, вам нужно указать в этой части конкретные подробности о том, как работает ваша программа. Читателю будет интересно, как вы справляетесь с ВИЧ. Подробное объяснение того, что на самом деле происходит в вашей программе, должно быть в этой части, посвященной месту проведения. Следующий раздел – это выборка. Вам необходимо четко указать критерии включения и исключения. В следующем разделе будет рассказано о том, как вы собираете данные, откуда вы их получаете, как они проверяются, и в частности, вам нужно будет перечислить переменные, которые вы хотите собирать, как они определены там, где вы собираетесь их получить, и были ли они проверены. Если, например, вы проводите исследование, требующее проведения опроса, вы можете описать, что вы провели экспериментальный опрос в определенной части населения. Аналогично, если вы проводите качественное исследование, вы вполне можете обсудить пилотное исследование нескольких небольших фокус-групп перед исследованием. Затем идет раздел статистических анализов, где надо описать размер выборки и статистические инструменты, и методы, включая ввод данных, которые вы собираетесь использовать. Редактору все равно, используете ли вы статистическую платформу SPSS или STATO. Редактор хочет знать, подходят ли выбранные вами статистические тесты для тех видов измерений, которые вы проводите. Итак, важно сообщить, используете ли вы критерик C2, T-тест или что-то еще, чтобы объяснить, почему вы их используете. В этом же разделе должен быть подробно описан размер выборки. На этом этапе вы уже определили совокупность выборки и свои переменные, и имеет смысл поместить здесь расчет размера выборки. В некоторых статьях размер выборки написан раньше, но не имеет смысла представлять размер раньше. Наконец, в конце раздела о методах вам нужно подробно рассказать о том, как было получено одобрение комитета по этике. Следующий раздел вашей статьи – результаты. Этот раздел должен включать только факты и ничего, кроме фактов. И эти факты должны быть указаны в порядке ваших целей. Иными словами, если у вас есть три цели, перечислите свои результаты в одном и том же порядке. Очень важно, чтобы вы придерживались той же схемы. В первую часть результатов включите коэффициент отклика или долю респондентов. Это доля пациентов из вашей выборки, с которыми вы действительно беседовали, которые участвовали в наблюдениях. Следующая часть будет включать описание вашей выборки, то есть демографические данные. У вас должно быть краткое описание в тексте, а затем таблица с возрастом, полом и так далее. И, вероятно, также некоторые цифры, отражающие тип заболевания, которые вы изучаете. Например, количество CD4, стадия клещевого энцефалита или что-то подобное. Это дает общий профиль вашей конкретной выборки. Важно, чтобы вы не включали все результаты таблицы в текст. Тексты таблицы должны быть автономными. Вы должны иметь возможность смотреть на таблицу и понять из заголовка, подзаголовка или сносок о том, как интерпретировать таблицу. А текст следует использовать только для выделения важных выводов из таблицы или рисунка. После демографических данных надо включить собственные результаты исследования. И это снова будет зависеть от порядка ваших конкретных целей и задач. Числа, проценты, значения π полезны, если вы сравниваете вещи, а также важны доверительные интервалы. Большой доверительный интервал указывает на то, что у вас довольно маленький размер выборки. И точно так же у вас могут быть очень маленькие доверительные интервалы и указать на большой размер выборки. И это важно для читателя. Как уже говорилось, нужно избегать дублирования текста и таблиц. Они должны стоять отдельно. Что же касается сравнительных анализов, многие берут свои данные и сравнивают их как только возможно. Используя разные перекрестные таблицы, чтобы попытаться найти что-то статистически значимое. На самом деле это неправильно. Нужно использовать статистику только для того, чтобы указать, демонстрируют ли ваши данные поставленные вами цели и есть ли статистическая значимость или нет. Сообщайте только о запланированных результатах. Наконец, последним разделом статьи будет обсуждение и именно здесь вы резюмируете свои результаты. Начните с одного или двух предложений, указывающих на основные выводы вашего исследования, со ссылкой на ваши цели. Далее следует подчеркнуть новизну ваших находок, их важность. Именно это то, что вы пытаетесь передать, можно даже сказать продать читателям. Затем идет часть, которая будет указывать на сильные и слабые стороны вашего исследования. Например, большой размер выборки или то, что вы изучали группу, которая не изучалась ранее. После этого следует обсуждать ограничения, которые есть в любом исследовании. Например, возможно придется объяснить, что это было описательное исследование, основанное на рутинном сборе данных, оно не всегда на 100% надежно, в данных могут быть пробелы. Ограничением может быть маленький размер выборки и так далее. В ограничениях важно не только представлять их, но еще и объяснить, почему они имеют место и какие компенсирующие механизмы вы включили в свое исследование, чтобы попытаться минимизировать их эффект. Следующая часть включает сравнивание результатов вашего исследования с данными литератур. Наверняка вы упомянули некоторые важные исследования в обведении, а в обсуждении вы можете описать, как ваше исследование похоже на них или чем отличается от них. Важно также написать, почему вы думаете, что результаты вашего исследования отличаются от тех, которые уже описаны в литературе. Например, это может быть связано с тем, что у вас другой размер выборки или ваша выборка относится к другой группе людей или у вас другая программа, которая решает проблемы с предыдущими исследованиями. Вы можете предложить, предположить, почему ваше исследование отличается от других исследований, но эти предположения должны быть разумными. Для оперативного исследования важно, чтобы у вас был раздел о политических и практических последствиях вашего исследования. Оперативное исследование фокусируется на вопросах, которые разрабатываются в программе, и исследования должны отвечать на эти вопросы, а не указывать на изменения в политике либо на уровне программы, либо на национальном уровне, либо даже на международном уровне. Обычно в любом исследовании возникают новые вопросы, к которым вам придется обратиться, и вы, возможно, упомянете их специально в будущих исследованиях. Но строка о том, что будущее исследование укажет на что-то, возможно, будет пустой тратой слов. Исследование должно завершиться выводами и заключением. Есть журналы, в которых статья должна иметь отдельный раздел, посвященный заключению, в то время как в других журналах заключение может служить последний абзац раздела обсуждения. Если ваш журнал относится ко второй категории, убедитесь, что у вас есть отдельный абзац, который подводит итоги. Сделайте заключение коротким и простым. Максимум два или три предложения. Резюмируйте то, что вы нашли, но убедитесь, что оно основано на ваших данных. Если вы выбрали только одну провинцию в стране, не экстраполируйте полученные вами данные на всю страну или весь регион. Сосредоточьтесь на том, что вы на самом деле обнаружили, и это должно быть связано с вашими целями и задачами. А сейчас немного поговорим о так называемом медицинском письме или медицинском писательстве medical writing, а также о надлежащем использовании английского языка. Пожалуйста, прочтите этот абзац, он взят из журнала социальных наук. Достаточно взглянуть на фактически используемый язык. Теперь прочтите это введение. Не поверите, но это из той же статьи в том же журнале. Наверняка, прочитав эти два отрывка, вы поймете, что второй легче понять. Не забывайте, что вся цель написания и публикации передать идеи читателям, и мы дадим вам несколько советов, как это сделать лучше. Когда вы пишете, не пытайтесь впечатлить читателя своим мощным знанием языка. Помните, это попытка передать идеи, поэтому чем яснее ваш английский, тем легче вы сможете передать свои идеи. Как видим, второй текст действительно яснее и понятнее. В некотором смысле, в мире медицины, мы думаем, что должны писать на научном языке громкими словами и длинными предложениями. Однако, на самом деле, это не так, и в этом нет необходимости. Вы сами можете убедиться, что написание более коротких предложений, более простых и конкретных слов, передает идеи гораздо лучше и яснее. Также избегайте жаргона, насколько это возможно. Конечно, в любой научной области может быть какой-то жаргон. В вашей статье всегда объясняйте жаргон, прежде чем использовать короткие формы, аббревиатуры, сокращения и так далее. Используйте простые и знакомые, конкретные слова, такие, что сразу передадут тот образ, который вам нужен. Делайте предложения короткими, чтобы в них было 15-20 слов. Делите их, если надо, и убедитесь, что подлежащее находится в начале, а сказуемое находится в конце предложения. Если они перевернуты местами, читатель должен донести идеи до конца предложения, прежде чем он сможет понять их. Делайте абзацы короткими, максимум 5 или 6 предложений, которые намного легче читать. Избегайте ненужных, бессмысленных фраз, например, «всем известно» или «вопрос заключается в том» и так далее. Если возможно, используйте глаголы в активной форме. Например, вы можете сказать, что мы сделали это, мы сделали то. Некоторые журналы потребуют от вас перейти на пассивные формы от третьего лица, но активные формы гораздо интереснее для читателя. Не заменяйте глаголы абстрактными существительными, как сотрудничество, консультации. Иногда это уместно, но во многих случаях они просто звучат, как большие причудливые слова, которые на самом деле мало что значат. Также будьте осторожны со словами акцента, которые вы можете использовать только несколько раз в статье. Помните, как говорится, меньше значит больше или краткость сестра таланта. И после написания рукописи вернитесь к тексту и проверьте время глаголов. Вы будете удивлены тем, как часто вы переключаетесь с настоящего времени на прошедшее. Лучше считать, что статья имела место в прошлом, и все предложения должны быть в прошлой форме, если, конечно, вы не описываете, что программа продолжается. В программе Microsoft Word вы можете проверить орфографию и грамматику. Также есть функция, вычисляющая индекс читабельности вашего текста. Не забывайте, что вся цель вашего текста передать идеи, сделать это как можно яснее и использовать язык, который передает эти идеи. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok